Массовый спорт недоступен для большинства граждан России. Такой вывод сделали аудиторы счетной палаты по итогам проверки, которую провело это ведомство. С такими выводами согласно Федеральное министерство спорта. А как обстоит дело в Тверской области, выяснила наша съемочная группа. Стратегия развития физкультуры и спорта в России, рассчитанная до 2020 года, не достигла ни одной из поставленных целей, отмечают в счетной палате. При этом за последние несколько лет на развитие спорта выделено почти 250 миллионов рублей. Однако вовлеченность граждан в здоровый образ жизни особо не растет. Генеральный директор одного из тверских фитнес-центров Александра Николаева отмечает, что серьезное влияние на посещаемость оказала пандемия коронавируса. По ее оценке трафик снизился на 30-40%. Хотя дело не только в этом. Я думаю, что это больше депрессия и лень у людей. Они не понимают, что будет дальше, что у них с финансами. Но они находят деньги в пятницу посидеть в баре. И их чек, наверное, составляет, можно купить спокойно, прийти к арту. То есть я думаю, это больше, наверное, психологически вот эта депрессия общая. Тем не менее, процент любителей спорта среди молодежи сейчас точно растет, отмечает Артем Белов, который уже давно со всеми турниками и тренажерами на «ты». Раньше было модно сигареты курить, выпивать в подъезде. Сейчас стало модно заниматься, поддерживать свою фигуру. Кто-то на велосипеде ездит, кто-то бегает, кто-то в зале, как я, занимается. То есть, ну, прям нету такого, чтобы кто-то конкретно как-то занимался. Каждый по-своему, но все же к спорту ближе выбирают. При этом дело не только в моде как таковой. Станислав Корчагов в какой-то момент почувствовал, что его масса тела стала заметно превышать то, что он для себя считал нормой. Записался в спортзал, составил индивидуальную программу. Результат не заставил тебя ждать. Я похудел, прилично похудел. Вот, около 30 килограмм сбросил. Ну, вот все, вот в зале с тренером здесь тренировался. Ну, то есть, у меня была цель, чтобы именно скинуть, чего хотели, того добились, в общем, вот. Однако про экономическую составляющую тоже не стоит забывать. По данным той же Федеральной счетной палаты, до 60% жителей страны все-таки не могут позволить себе посещение фитнес-центра. Это не оправдание. При желании форум можно поддержать и на уличных тренировках, считает Вадим Белугин. Сюда, на набережную Афанасья Никитина, он приходит регулярно. Особенно приятно стало заниматься, когда здесь появились по-настоящему современные турники. Хорошо, что тут организовали площадку. Здесь давно живу, раньше такого не было, как бы было все по минимуму. Но вот сейчас, слава богу, все хорошо, как бы уже доступность людям. Базовые движения, руки, плечи, пресс, все можно позаниматься, все сделать. Таким турникам наверняка могут позавидовать ученики Тверских общеобразовательных учреждений. Многие школьные стадионы областного центра давно пришли в упадок, а на их модернизацию за последние годы городские власти не выделили ни копейки. Стоит отметить, что только проектно-сметная документация стоит от 200 до 300 тысяч рублей. Стоимость самих работ может доходить до 30 миллионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова